Теннисная площадка По словам начальника отдела спорта и туризма Геннадия Леонова, на эти цели было выделено более 20 миллионов рублей. Но наличие такой спортивной площадки навлекло нам и обратиться в райисполком, чтобы построить ограждение. Ограждение теннисного корта забором – это только полдела. Далее требовалось привести в соответствие само покрытие площадки. Энтузиасты, любители тенниса под руководством Мельницкого, как только сошел снег и установилась хорошая погода, принялись за работу. Проводилось просеивание грунта, разравнивание грунта, просеивание грунта. Было просеяно 3 кубометра грунта. Но еще требуется просеять примерно столько же грунта, чтобы довести до конца эти работы. Сделать пластиковую разметку на ней. Сейчас столкнулись с проблемой пластиковой разметки, но я думаю, этот вопрос будет решен. Инструменты для просеивания и утрамбовки грунта искали и делали, как говорится, всем миром и по нитке. Взрослым качественную помощь оказали дети. Вошли нам на встречу и помогли наши дети, прежде всего. Николай, Вадим, вот они двое особенно такие трудолюбивые хлопцы, которые действительно нам хорошо помогали. Ни от работы ничего не отлынивали. Молодежь тоже к этому привлекаем. Если они работают, они потом и играют. Другие ребята тоже приходят, помогают и просеживать грунт, и каток катают. В отделе физкультуры, спорта и туризма отметили, что недавно Федерация тенниса Беларуси безвозмездно передала слониму бэушную судейскую вышку. Сегодня теннисистам не хватает только сетки. Стоит она около 350 тысяч рублей. И, возможно, в нашем городе найдется меценат, которому и не безразлично развитие нового вида спорта в слониме. В перспективе, ну, здесь уже вопросы не к нам. Это вопросы в отдел по физкультуре, спорту и туризму. Я думаю, сейчас там вопрос этот рассматривается, потому что вы видите, потрясающее поколение, оно очень интересуется большим теннисом. Вот, я думаю, что в ближайшее время, может быть, даже здесь, в этом районе, будет создана теннисная база, потому что площадя вот эти, вот, они позволяют дополнительно здесь еще построить еще три теннисных корта. На базе можно девятой школы сделать вот секцию для большого тенниса. Для тех, кого заинтересовал этот вид спорта, сообщаем телефоны, по которым вы можете проконсультироваться, как и когда можно поиграть или помочь каким-либо образом любителям тенниса. Номера этих телефонов также написаны на табличке возле площадки. Теннисисты пообещали, что уже через неделю-две на корте станет многолюдно. Субтитры создавал DimaTorzok